Великий композитор, пианист и дирижер Сергей Рахманинов, прожив почти половину своей жизни за рубежом, до конца своих дней чувствовал себя русским человеком. Говоря о его творчестве, нельзя не сказать о пребывании молодого Рахманинова на Воронежской земле. Здесь 26-летний композитор не только прожил несколько незабываемых месяцев, но и создал одно из своих знаковых произведений. 1899 год. Село Красное, Новохоперский район. Сергей Рахманинов приехал, будучи, ну, мягко сказать, в депрессии, приехал сюда, к своей ученице. И для нас это очень важный и знаковый момент. Почему? Потому что именно здесь, на Воронежской земле, в селе Красном, началась его работа над знаменитым вторым концертом. Впоследствии он посетит Воронеж еще единожды за четыре года до своей эмиграции. В 1913 году Сергей Рахманинов выступил в нашем городе с большим концертом. И вот спустя 110 лет в Воронеже решили увековечить память о великом композиторе. Мы обязательно установим бюст Рахманинова. Для нас это очень важная, очень серьезная работа. Потому что на территории Воронежской области, к огромному сожалению, вот до 2023 года этого не было. Мы сейчас ведем большую работу. Обязательно, когда будет готов эскиз, мы обязательно вам его покажем, расскажем, кто будет делать скульптор, как будет выглядеть будущий бюст. И, естественно, пригласим на открытие в село Красное Новохоперского района. В день празднования юбилейной даты композитора Воронежском театре оперы и балета пройдет концерт с участием ведущих солистов оперной труппы театра. В Рахманиновскую программу войдут камерно-вокальные произведения на слова русских и зарубежных поэтов. Начинаем мы день рождения юбиляра, 1 апреля. И мы долго выбирали название и назвали его «Здесь хорошо». Мне бы очень хотелось, чтобы зрители, пришедшие на наш концерт на малой сцене 1 апреля, поняли, что в театре оперы и балеты хорошо и какая царит уютная атмосфера и насколько много музыки. Еще один совместный проект Воронежской филармонии и театра оперы и балета состоится в день рождения Рахманинова. Он откроется концертом с участием симфонического оркестра и солиста оперного Игоря Горностаева. И центральное место в этой программе у нас как раз занимает кантата «Весна» для баритона, хора и симфонического оркестра. И мы с огромным удовольствием сотрудничаем. Сейчас полным ходом идут репетиции с ведущим солистом театра оперы и балета. Это заслуженный артист Воронежской области Игорь Горностаев и, соответственно, с хором театра оперы и балета. Так что всех вас приглашаем. А уже 30 апреля эстафету рахманиновских произведений подхватит Воронежский концертный зал, где пройдет сольный концерт сопрано Ольги Перетятько, который станет настоящим подарком для всех воронежцев. Про нее во всех средствах массовой информации в СМИ всегда пишут так, что это свет в голосе и омут в глазах. Понимаете, она такая кармен. Но, тем не менее, это что-то невероятное. Она потрясает. Из двух отделений будет состоять ее представление. В первой части концерта это будут романцы Сергея Васильевича Рахманина. А второй части вот она приготовила как раз сюрприз. Эта девушка покорила такие сцены, как Ласкала, Кангарден, Венская опера, Берлинская опера. И вот она приезжает к нам в Воронеж. Это только главные события года Рахманинова в Воронежской области. Сам же великий композитор и пианист умер в возрасте 69 лет. Живя в далекой Америке, Рахманинов сильно тосковал по отчизне. «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя». Не раз признавался композитор. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал.